Постранство связанное с созерцательностью, со спокойствием, с мечтательностью некой. Потому что действительно те работы и полотна, и керамику, которые представлены здесь, нельзя смотреть на бегу вскользь. Это не то, что бьет в глаза и привлекает резко внимание. Алексей Акилов стоял у истоков известнейшего в Нижнем Новгороде объединения художников «Черный пруд». Еще 30 лет назад мастер развернул активную выставочную деятельность не только в родном городе, но и в Москве и Санкт-Петербурге. И вот художество не зависит от времени и обстоятельств. Самое главное, что свет появился. Я сам не ожидал, что это. Потом, может быть, я давно этого хотел, это работа там. Просто берешь какие-то главные отношения и на них получаешь удовольствие. Это абсолютно светлый человек и картины у него такие же. Он меняется, но меняется все в лучшую и лучшую сторону. В этот раз Алексей Акилов организовал выставку вместе с своей дочерью. Марина Акилова – керамист. Она сторонник японского искусства в Абисаби. В нем заложена глубокая философия, согласно которой человек способен увидеть прекрасное несовершенствие, даже если это трещина на вазе. На этой вазе получилась такая трещина, которая соответствует японской философии о несовершенстве. И как раз этот изъян, он может служить здесь именно объектом любования. Вот эта самая такая хорошо получившаяся штука. Видите, она так звенит хорошо, потому что очень высоко запечена. Керамика обжигается при очень высоких температурах, и речная глина не всегда выдерживает испытания огнем. Отличительный знак ее работ – ямчатая фактура. В древности ямки на посуде делались для того, чтобы на костре быстрее закипала жидкость, и все. То есть это была не красота, а чистый функционал. Но для нас сейчас уже это не так важно, а меня очень так до глубины души радует вот этот орнамент. В Нижнем Новгороде все больше поклонников творчества Марины Акиловой. Все работы, будь то ваза или картина, в галерее «Луна» на «Звездинке» можно приобрести. Выставка работает до 7 ноября. Антон Ганин, Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижней.